Это программа Сноска в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! В ночь на 1 марта 1954 года в Барнауле встретили поезд с целинниками. 70 лет назад покорители земель из разных регионов приехали с глобальной миссией накормить страну хлебом. Что нам, потомкам, осталось в наследии от тех лет, как молодежь того времени справлялась с непростыми бытовыми условиями. Обо всем этом теперь можно послушать на лекциях. В Алтайском государственном университете стартовал проект, посвященный 70-летию Целины. А поговорим мы сегодня об этом с кандидатом исторических наук, преподавателем АГУ Галиной Грянниковой. Галина, действительно, освоение Целины дало такой мощный толчок для развития экономики нашего региона. Какой вообще след в истории Алтайского края оставила Целина? И вообще, какие проблемы она должна была решить? Ну, действительно, вы верно сказали. Освоение Алтайского края началось еще в 17 веке. Об этом стоит помнить. Затем мощный поток переселенцев двинулся сюда после отмены крепостного права. Это 1861 год, когда на неосвоенные земли ехали люди в поисках лучшей жизни. Затем прошла Столыпинская аграрная реформа. Это начало 20 века. И опять же, переселенцы в поисках своего беловодия отправлялись на неосвоенные земли. И вот, наконец, освоение Целиных земель. Да, это компания с 1953 года реализуемая. Главной задачей было получить миллион уплудов зерна, хлеба. Для этого идеально подходили многочисленные, неосвоенные, нераспаханные земли Алтайского края. И, собственно, первым, кто предложил использовать земли Сибири, стал председателем Алтайского краекома КПСС Беляев. И вот с его подачи вся эта компания началась. А какое наследие оставила Целина? Вот построенные предприятия, транспортная инфраструктура, колхозы, может быть, поселки. И даже я слышала вроде как кинематограф в некоторых районах. Да, так. Целина компания послужила тому, что на территории Алтайского края было возведено буквально на пустом месте в степи более 100 совхозов и колхозов. Также, конечно же, это развитие промышленности. Например, первый на Алтае открыт в Бийске был местоконсервный завод. Наши конструктора разработали известный трактор ДТ-54, потом на просторах села Советского Союза трактор используется, как говорят современные работники сельского хозяйства, до сих пор его можно встретить, настолько он как бы актуален и востребован. Кроме этого, это, конечно же, развитие досуга, домов культуры, библиотечного дела, много больниц было построено, различных пекарен, метеостанций, но это тысячами исчисляется. Еще интересно, что отсвоение целины требовало, конечно же, транспортной какой-то логистики, поэтому развивалось железнодорожное строительство, для того, чтобы люди прибывали, для того, чтобы техника приезжала вовремя. Были построены отдельные участки железных дорог, связавшие Карасу, Кулунду, Барнаул, и вот эти участки затем связали Барнаул с Омском. И сейчас, когда мы двигаемся между этими городами на железнодорожном транспорте, это вот все благодаря той компании. Я знаю, что историки не любят, когда вот формулируют вопросы, а что, если бы, если бы этого не было, но все же, если бы этого не было на Алтае, как бы сейчас наш регион мог выглядеть? Ну, пожалуй, строительство тех же железнодорожных путей, заводов, школ, больниц дало, как мы сказали, толчок к развитию региона. Часто вспоминают жители сел, что до, например, приезда целиников не было элементарных каких-то санитарных пунктов. Ветеринарные пункты стали развиваться, это для сельского хозяйства, опять же, замечательно. И вообще стоит отметить, что наука именно для интенсивного развития сельского хозяйства шагнула далеко вперед. Например, не имени Лисовенко был открыт, а несколько корпусов Алтайского сельхозинститута нашего в то время были тоже построены для этих целей, для освоения целины. А как этот исторический процесс отразился на демографической ситуации в регионе? Безусловно, более 500 тысяч юношей, девушек молодого поколения двинулись в Алтайский край. Это такой буквально демографический бум. Для сравнения находила цифры. В одном из районов Алтайского края в 1953 году было зарегистрировано 143 брака. Это такая среднестатистическая цифра. Но, например, уже через четыре года в 1957 году число браков достигло 300, потому что люди приезжали, оставались, находили свою любовь. И это отличный показатель демографического улучшения демографической ситуации. И все-таки много осталось. Можно сказать, что большинство из тех, кто туда приехал, остались. И вот еще раз можете назвать цифру, сколько приехало и вот сколько осталось? Ну, ведутся подсчеты о первых годах, они точные, да, потому что впоследствии нельзя говорить, что ехали именно с целью освоения целины. Но за первые два года, это 1954-1956 года, приехало 50 тысяч жителей Советского Союза из различных регионов. Это Московская область, Тверская, Ленинградская, это Башкирия, Мордовия, ну, пожалуй, Украина, Белоруссия. Это основные такие поставщики людской силы для освоения целины. И стоит отметить, что большая часть из них оставалась, потому что обзаводились семьями, друзьями, новое место работы, обустраивали жилье и возвращаться уже не хотелось. И также еще к общему делу наверняка примкнуло, можно сказать, что несколько тысяч местных жителей. Да, буквально после прибытия первого поезда сразу же двинулись местные, в основном городское население, это бывшие студенты, выпускники вузов. И так, в первый год целины компании на землю, как тогда говорили, прибыло около 9 тысяч бичан, барнаульцев, рубцовчан. И интересный факт, что в освоении целины непосильный вклад несли именно школьники. И потом они, каждый из них был награжден медалью за освоение целиных земель. А кем вообще в основном работали молодые люди? Ну, это, конечно же, работник сельского хозяйства в полном нашем представлении. Работали в поле, работали на таку. Была такая профессия, как саламокопильщик. Также доярки, скотники, обслуживали трактора. И, что важно, днем они работали, а вечером они учились на ускоренных курсах трактористов. То есть еще и учились. Как вы думаете, почему вообще молодежь не боялась ехать в Алтайский край, понимая, что там непростые бытовые условия, люди иногда в каких-то там палаточных городках жили? То есть как вообще, кто были эти герои и чем они отличаются от нас, от современной молодежи? Ну, по воспоминаниям, кто-то мечтал о романтике, ну, неизвестности, намонит. Кто-то действительно хотел самореализоваться или показать что-то важное обществу. Но что объединяет этих людей, цель у них была одна. Это действительно в короткие сроки, несмотря на все бытовые трудности, как правильно вы отметили, и быта, и проживание, и труда. Это, конечно же, те самые миллионы пудов зерна хлеба, которые так нужны были в то время Советскому Союзу. Ну, а какие-то бытовые сложности были? Прежде жили в палаточных лагерях. Как мы знаем, приехали они в марте. Видя сегодняшнюю погоду, мы можем себе представить, когда приезжаешь в поле. Собственно, палаточный лагерь разбивали сами, использовали костер для питания. И в первое лето выстраивали только уже какие-то полуземлянки для того, чтобы обеспечить себя жильем на грядущую зиму. Ну, я предлагаю перейти к вашему проекту. Расскажите подробнее, кому вы рассказываете историю освоения Целины, кто ваши слушатели? Наш научно-процветительский проект «Целина» как социально-экономический проект в истории России. Он посвящен, конечно, 70-летию освоения целиных и залежных земель в Алтайском крае и поддержан фондом президентских грантов. Мы вместе с коллегами, экономистами, историками, социологами прежде всего ставим перед собой целью привлечь молодежь, это студентов города Барнаула, к такому знаменательному действительно событию, как Целина, которая оставила несгладимый вслед в истории развития нашего региона. Какие вообще впечатления у молодых людей, когда у вас же уже несколько лекций прошло, когда они слушают, в каких условиях люди работали, еще и учились, и такие трудовые подвиги совершали? Ну, безусловно, нынешнее поколение молодежи не оставляет равнодушным такая некая даже самоотверженность и беспечность отправиться не зная куда, потому что действительно о том, где тебе предстоит работать, ты узнавал только по прибытию на Барнаульский железнодорожный вокзал. Естественно, пугали условия жизни, пугали холодные сибирские зимы, часто в воспоминаниях встречается, что люди действительно думали, а как же мы справимся с теми медведями, которые ходят по улицам и так далее. И вот современную молодежь это очень удивляет. А еще стоит вспомнить, что тогда не было современных средств связи, как сейчас, мессенджеров, социальных сетей, и ты не мог узнать, куда ты едешь, и ты не мог потом по прибытию поделиться со своими родственниками, друзьями, своими переживаниями, эмоциями, получить поддержку в ответ. Вот это, пожалуй, больше всего удивляет современную молодежь. А в каком формате вообще проходят лекции и как можно на них попасть? Лекции проходят у нас в Алтайском государственном университете в формате открытых научно-популярных лекций проводят наши преподаватели-экономисты и историки. Собственно, три лекции у нас прошло, информацию у них можно узнать на нашем официальном сайте, она открыта. Собственно, одна из лекций была посвящена историю целиной компании. Следующая лекция была посвящена влиянию целиной компании на творчество художников и развитию вообще художества на Алтае. И, наконец, третья была посвящена экономическому аспекту, несомненно. И вот грядет 12 апреля четвертая лекция, которую прочитает кандидат экономических наук. Она будет посвящена экономическому зерновому потенциалу Алтайского региона. Собственно, как целинная компания оказала влияние на современное состояние сельского хозяйства. Вход свободный, информация о времени и дате вся опубликуется на сайте Алтайского государственного университета. А почему решили вообще запустить этот проект? Ну, я понимаю, что 70 лет, красивая дата, но это же все делалось не под эту дату, да? То есть наверняка есть такая вот миссия, чтобы люди знали о том, что их бабушки, дедушки, многих же действительно бабушки и дедушки здесь тоже занимались со своими целинами. Вот ради чего? Ну, прежде всего, для того, чтобы сформировать такой позитивный образ в глазах нынешнего поколения, позитивный образ труда, позитивный образ развития региона. И, ну, как известно, Алтайский край, это аграрный регион, он всегда славится и славился развитием сельского хозяйства. Ну, и нам, как историкам, прежде всего, да, которые составили основу этого проекта, всегда интересно, почему это так. Ну, и, собственно, чтобы современное поколение тоже об этом узнало, как жители региона, как гости нашего региона, был и задуман этот проект. Ну, такая популяризация. Расскажите еще о конкурсе. Я знаю, что у вас проходит конкурс «Молодежь на целину». Да? То есть тут как раз можно рассказать о своих бабушках и дедушках, которых я уже сказала, о которых я упомянула, о истории своей семьи. Вот расскажите подробнее, кто может принять участие, о чем конкурс? Данный конкурс «Молодежь на целину 2.0», он проходит в социальной сети ВКонтакте. Ну, собственно, это, наверное, для всех тех, кто по каким-то обстоятельствам не может присутствовать лично на лекциях, на различных визах, которые мы проводим, но хочет принять участие, да, рассказать о своей истории тоже. Все очень просто, нужно найти тех, кто участвовал в целиной компании, это, возможно, ваши родственники, знакомые, друзья, соседи, и поделиться опытом их истории, собственно, в социальной сети, выложить пост с этой историей, возможно, фотографии, если они имеются. Но главное, что там нужно отметить два хэштега, это «Алтай» и второй, это «Целина 2.0», через нижнее подчеркивание, ну, по всем правилам хэштегов. И еще раз, заключительно для наших зрителей следующая лекция, мы ее анонсируем 12 апреля в стенах Алтайского государственного университета по адресу «Ленина 61». Я думаю, замечательный проект и хороший повод сходить, узнать больше о истории своего края. Спасибо большое за эту беседу. Я напоминаю, что сегодня в гостях нашей студии был кандидат исторических наук Галина Грянникова, преподаватель Алтайского госуниверситета. Спасибо большое. Спасибо.